Привет, 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 песеры, с вами Морж, ну и конечно, конечно, я не мог не сделать обзор, быстрый обзор на Эрлинга Холланда, который появился у нас вот в четверг и имеет максимальный рейтинг 100, максимальный рейтинг 100, надеюсь вы его поймали, потому что если вы его не поймали, в онлайне он вас будет нагибать, тот который, конечно, будет играть против вас. 94 он имеет на первом уровне соточку на максимальном рейтинге, да, кстати, пользуюсь я сайтом eFootballHub, ссылку на него оставлю в описании, плюс там будет еще мой телеграмм, короче, разберетесь, те, кому надо, уж точно разберутся. Что мы тут имеем, что мы тут имеем на сотой прокачке? Во-первых, давайте начнем без прокачки, 194 сантиметра роста и почти 90 килограмм, этого парня реально сложно переиграть корпусом. Умение атаковать идеальное, реализация идеальная, корпус идеальный, прыжок идеальный, скорость идеальная, ускорение практически идеальное и идеальная сила удара. Что вам еще нужно у центрального нападающего? Да, страдает удержание, да, не слишком хороший пас низом и пас навесом, ну пас навесом центральным нападающим вообще, в принципе, особо не надо. Пас низом, окей, 79, ну в принципе, в принципе, пойдет, в штрафное отдать кое-как сможет. Игра головой, 86, при прыжке 99 в этом корпусе хватать будет с головой, игры головой с головой. Штрафные не бьет, ну и как бы нахрен оно надо, подкрутка кое-какая есть, в защиту само собой не умеет, что действительно печалит в этой карточке, это баланс 73, разворачивается он достаточно вяло. Сами понимаете, игрок большой, игрок корпусный, здесь как бы больше быть, наверное, и не могло. Ну и частота слабой ноги тоже немножечко меня досадует, досадует. Не так часто он будет использовать слабую ногу, основная рабочая нога у него левая, вот, но при этом будет правой бить достаточно точно. То есть редко использовать, но достаточно точно бить. Также к минусам, наверное, можно отнести физическую форму 5, потому что клубу у нас он никакому не приписан, поэтому он всегда будет на форме С, а плюс физическая форма 5. Короче, не всегда хорошие стрелки будут в обычных матчах. А если же использовать в матч-деях, там, вы сами понимаете, можно делать всякие прикольные штуки и, в общем, там с этим всем разбираться. По навыкам есть игра головой, есть удары с подсечкой, есть дальние удары, есть удары по восходящей, акробатика, игра пяткой, удар без подработки, также он штатный пенальтист, является суперзаменой и присутствует у него боевой дух. Наборчики, я вам скажу, прям кися рыба мака, поэтому давайте переходить на поле, расскажу, как он чувствуется в игре. Ну а в игре, ребят, я вам скажу, что чувствуется он реально, как и нарисовано на статах. Ни хрена не хуже. Любите забросы? Этот парень про вас, действительно. Я думаю, все вы с ним сталкивались в онлайн-матчах против вас, он играл, и все страдали от этих забросов. Ну, в общем-то, что, в общем, по Холанду можно сказать? Реально, посмотрел я его статистику и немножко охренел. Начал он за Зальцбург профессиональную карьеру, 16 матчей, 17 голов. Потом Боруссия, 57 матчей, 56 голов. И за Норвегию, далеко не сильную сборную, 15 матчей, 12 голов. При этом он единственный, кто забил за два клуба в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. Вот такой вот у него мировой рекорд в 21 год. Я повторяюсь, на карточке, кстати, ему 20. И единственный, кто забил больше 10 голов за первые 10 матчей Лиги Чемпионов. Ну, по-моему, по-моему, прям статистика нам кричит, что этот парень будет нереальной звездой в будущем. Тем более, Криро и Месси уже скоро относительно заканчивают. Я знаю, кто будет брать следующие золотые мячи. Ну, и является он голден, получил награду Golden Boy в 20 году. Итак, что у нас, что у нас по полю? Просто машина, просто убийца, просто не только на забросах, на самом деле он играет. Прекрасно толкается, пушечный удар, куча навыков, собственно, на сам этот удар. Действительно, действительно, игрок мега хорош. Вы знаете, я люблю рослых футболистов, которые могут побороться корпусом. И Холланд как раз про это. Пожалуй, можно назвать его новым Ибрагимовичем. Единственное, у Ибрагимовича, наверное, баланс все-таки был бы получше. 73 маловато будет. В остальном, я в восторге. Честно, я не так часто играю в этой карточке. Я понимаю, что он неимоверно имбовый. Играть им неимоверно просто приятно. Но не так часто я действительно им играю, потому что приходится играть разными другими игроками. И борется, и толкается, и пробивает, и головой. Ну, техники, пожалуй, не хватает. Но я, по крайней мере, так считаю. Вы, конечно, со мной можете не соглашаться. Что в нашей игре финты в онлайне с вот этой вот задержкой и всеми делами. Ну, не самая эффективная вещь. А вот корпус, удар и, собственно, умение там атаковать и реализация вполне себе. При этом подкрутка, сами видите, на уровне закидывать может с левой ноги, очень даже хорошо ложит. И вот ему бы реально 4-4 слабую ногу, еще немножечко добавить подкрутки, немножко добавить баланса, была бы полнейшая имба. А так, да блин, он и так на самом деле полнейшая имба. В паре с другим хорошим форвардом, типа Баппе, типа, не знаю, Криро Сотова, который вот у нас и недавно выходил, и в этих фиалках он тоже есть, разрывать будут все, что можно. Ну, и само собой, само собой, у многих людей, он и так, в принципе, есть у многих людей. Сейчас он окажется еще большего количества людей, поэтому нужно быть готовым, что играть он против вас будет. И вы точно так же будете от него страдать, как, в принципе, и им нагибать. Значит, по навыкам, что хочется сказать. Акробатика, если честно, у меня как-то редко, максимально редко за Холланда получается акробатика. Удар из подсечки, хорошо для центрального нападающего, боевой дух нужен всем, удар без подработки, обязательный навык для центрального нападающего. Игра головой, отлично, игра пяткой, отлично. Дальние удары, отлично. Опять же, при силе удара 99 и реализации 99, Холланд издалека ложить будет. Штатный пенальтист я бы убирал. Опять же, тут это относится к тому, что пенальти я либо забиваю, либо не забиваю. До сих пор не понимаю, как это работает. Удары по восходящей ок, а главное, суперзамена. И именно как суперзамена многие используют Холланда. То есть, суперзамена, чтобы вы понимали. Это навык, который срабатывает, если игрок выходит после 60-й минуты. То есть, до 60-й бегают какие-то условные, пусть крероем Баппе, после 60-й выходит Холланд на вот этих статах, на вот этой охрененной физике. Еще и получает буст за то, что он выходит после 60-й минуты и просто рвет все в клочья, просто не оставляя вообще живого места. Короче, короче, ребят, максимально советую ловить сейчас. Люди говорят, зачем ловить фиалки, в 22-й части их уберут. Да, в 22-й части их заберут, их превратят в обычных игроков. Тем не менее, мой концепт, мы живем здесь и сейчас. И нужно здесь и сейчас получать максимальное удовольствие, собственно, от PES Mobile. Холланд вам такое удовольствие реально предоставит. Карточка потрясающая. Давайте традицию не будем ломать. 10 из 10 я ставить никому не буду. Но 9,5 из 10, даже 9,75 из 10, он вполне себе заслуживает. И, конечно же, становится в пантеон одного из сильнейших форвардов в нашей игре. Кстати, там еще от Ювентуса Влахович есть, тоже с крайне интересными статами. Но я думаю, обзор на него я сделаю чуть позже. Так что мой вердикт, моя оценка 9,75 просто потрясающий. Играйте и наслаждайтесь им. Ну а ваш опыт игры за него почитаю в комментариях с удовольствием. На этом, ребят, буду потихонечку прощаться. Еще куча обзоров впереди. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.